Привет, это Ребуарно. На одном из моих последних стримов мой подписчик Паша через донатик, за что ему огромное спасибо. Присел меня посмотреть ролик с канала Фактория, называется «Сумасшедшие вакансии, которые реально существуют». Давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Привет. Иногда вам просто достаточно было родиться Антоном, чтобы получить место работы. Жаль, никаких уточнений не дали. Слишком уж заинтриговали своим объявлением. Все пытаются... Адская работа в склочном коллективе. Спасибо. ...устроиться в дружелюбный и понимающий коллектив, где будут заботиться о каждом сотруднике. Но, чтобы никого не разочаровывать, здесь сразу решили выложить всю правду о будущей работе. Потому что она 100% будет именно такой. Сейчас никого уже не удивить, что геймеры могут зарабатывать большие деньги. Профессиональный игрок. Мне кажется, профессиональным игроком в крестике нолики можно стать на раз-два. Там, блядь, как бы не особо много, мне кажется, вариантов. Ну а что насчет крестиков ноликов? Даже Фактория удивлена, что эксперты в этой игре тоже имеют шансы заработать. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим... Пирог полежал на столе всего лишь два дня и уже обзавелся новым публиком. Охренеть. ...конкурсы и... Охрена, он на столе лежал все время. ...розыгрыши. Ссылка в описании. Переходите прямо сейчас. Блин, 3000 подписчиков в телеге у них, а на канале 3 миллиона почти. Ну тут просмотры, конечно. Буквально в двух словах описали весь предстоящий рабочий день. Заметите шлагбаума. Это типа как лежачий полицейский... ...что нужно будет делать, нажимать кнопку, чтобы поднять или опустить шлагбаум. Некоторые офисные сотрудники большую часть рабочего дня создают видимость работы. Просто пялись в монитор... Нажиматель кнопок, смотрите, в монитор двигателя мышек. Неплохо. И что-то там нажимает. Я тоже хочу такую работу. Найдена просто идеальная... Хотя я на пробел тоже постоянно нажимаю, да? Вакансия для таких бездельников. В поиске новых сотрудников... Куда? ...во многих других сферах работает одна уловка. Нужно умеет заинтересовать человека. Вам разве не стало интересно? А что здесь не за это не заклеил? Присылайте по ссылкам в описании под этим видео различные объявления, которые вам встречались. Когда ты хочешь прямым текстом сказать, что... С этой работой справится буквально любой, то есть множество способов это сделать. Один из самых забавных вы... Чё-то, по-моему, это как-то никто туда не пойдёт. Слишком оскорбительно звучит вакансия. Сейчас видите перед собой. Куда не плюнь сейчас, кругом одни менеджеры и... Ну да, менеджер, блядь, по уборке, да? Другие подобные успешные... Или как-то менеджер по статье, блядь. И специалисты. Теперь даже у стада животных есть собственный... Помощника менеджера стада, чё? Охотничное ответственное лицо, именуемое гордым словом менеджер. А может, ну его... Охотник за привидениями неплохо. Бросить всё в этой жизни и устроиться работать охотником за привидениями. Как-то плазма, наличие бордоник... А ну хотя бы пылесос. Зато хоть жизнь проживёшь интересно и с незабываемыми историями. Какая дичь. Если вы уже много раз бывали на свадьбах, но так ни разу не удалось поймать заветный букет невесты, то вам нужно обратиться к инструктору по ловле свадебных букетов. Я-то, наверное, рэгбист какой-нибудь профессиональный там работает, да? Да, и такие тоже существуют. Сам в шоке. Ты учишься минимум четыре... Вакансия на работу, остров, мечты, лицами пенсионного, предпенсионного возраста, высшее образование, а с московской пропиской обязательно присутствует... Работа с бурфиком на полнотацию, сейчас работа 100 рублей. 100 рублей, блядь, в Москве, почему прикористый? 4 года в ВУЗе, именно для того, чтобы потом работать аниматором в костюме с Мурфика. Все ведь логично. И да, без московской... Именно ради этого я заканчивал универ. И прописки тебе тут тоже не рады. Окей. Понятие суетолог настолько стало популярно в интернет-пространстве, что это дошло даже до... А нахрена это вообще надо, непонятно? У тебя же будет падать способность у коллектива. Официальных объявлений по поиску работы. Тестировщик комфорта квартир, это уже звучит как еще одно... Слушай, я хочу такую... Это, я так понимаю, приходить в квартиру, спать на кроватях, и это уходить. На работу мечты. Но вы просто взгляните, какая здесь зарплата. Это точно не прикол. Некоторые объявления изначально выглядят так, что ты ни за что в жизни не согласишься на подобную работу. В данном случае, я так понимаю, оплаты даже можно не ждать. А нахера тебе ждать, ты с тобой убьешься. В некоторых случаях от тебя потребуют запредельных данных, чтобы получить желаемую должность. Например, коммуникабельность на уровне бога. Учитывая, что работать нужно с маленькими детьми, все вполне оправданно. Надеюсь, будут гарантии, что спустя некое время ты тоже станешь настолько же крутым. Чувство собственной важности этому татарину не занимать. Если ваши родители считают, что... Тусовщик. О, неплохо. Феодальная секта баров Сергея Жукова и Павла Чеснокова. Руки вверх бар. Не бар. Феодальная секта. Чё, блин? У нас, кстати, есть этот бар. Руки вверх. От такого тусовщика уже ничего стоящего ждать не приходится. То просто покажите им эту вакансию. Такие люди тоже... Блин, я хочу такое. Приходишь, типа, в клуб, танцуешь, деньги получаешь. Гидиально же. Востребованы и получают неплохие деньги. Астрология существует в истории человечества уже очень давно. Они буквально существовали всегда. О, да. Надоели, правда, эти все астрологи хню какую-то говорят. А риэлтор-астролог, чё? В современных реалиях у них есть новые возможности. Например, стать... Это как? Не просто... А, сдавать квартиру на Луне, да? ...астрологам, а риэлторам-астрологам. Каких бонусов, кроме хорошего соцпакета, вы ждёте от новой работы? Денег побольше, пожалуйста. Как минимум, дружного коллектива и бесплатных печенек. В данном случае решили сразу развеять. Молодые дружные коллективы, печеньки не включены. Ну и нахера мне такая работа. Все эти радужные... Без печенек, блин, как-то я охота. ...и фантазии. Это объявление моментально интригует своим названием. Пингвины со знанием змеиного языка? А почему здесь пингвины? Вы только посмотрите, что входит... Переписи темно, охота на зубе лечения паровалов памяти, выращивание регистра, работа с поворотовыми грузчиками на Амазонке. Чё? Как это связано, блядь, с названием? ...обязанности. По-моему, мы не знаем чего-то очень важного о Центре инженерной физики МГУ. Думали, что ниндзя существовали только в давние времена в Японии? На самом деле, они требуют... Экономист ниндзя, опыт работы ниндзя будет огромным преимуществом. ...и сейчас, но при этом... Прошлое, пожалуйста. ...покалюционировав ещё и до экономистов, всех сотрудников нужно поощрять, когда они отличаются чем-нибудь хорошим... Очень хороший прививок, лучших систематически хвалим хлопом по плечу. ...но всё-таки хочется, чтобы это поощрение было чуть лучше, чем просто похлопывание по плечу. Ага, согласен. ...если вы уж совсем разочаровались в этой... А пизда ему не наступит? ...в этой жизни, то... А пау, это похорон? ...нужно рассматривать вакансию мойщика-трансформаторов, в случае чего даже на похороны откладывай заранее не придётся. Некоторые объявления... ...выщем, наверное, по туризму лузерам писать не нужно. ...в свою очередь, выглядит так, будто тебя сразу пытаются оскорбить, но зато внимание подписчиков... Это бред какой-то. Чё за, пикажется, это как будто бы этот... Я знаю, фотошоп. ...факторий им точно удалось привлечь. Интересно, а сколько людей... Заработной платы нет? А чё делать? ...вообще согласны стать неоплачиваемым ассистентом совершенно незнакомого предпринимателя из интернета. Какой хер? Такой себе бизнесмен получается, если даже работу помощника не готов оплатить. Хреново бизнесмен, денег, видимо, нету, да? Вот вы смеётесь. А ведь кур на фермах действительно кому-то нужно ловить. Так что я практически не удивлён существованию такой должности. Практически. Гениально. Смена 9 часов. За полторы тысячи рублей 9 часов работать, что-то как-то ни о чём. Как только я скажу вам, что... Чё? А можно по-русски? Ладно, тут по-русски. А можно по-человечески? Эта вакансия относится к Почте России, всё сразу должно стать на свои места. Может быть, это какой-то шифр? А избранные его разгадают и получат хорошую работу. Кто понял, что тут написано? Напишите в комментариях, мне будет интересно. В принципе, весь этот список выглядит так заманчиво, что сразу хочется устроиться в эту компанию. Не, ну ящик Редбула, это, конечно, такое себе. По-моему, они тебе не хотят на работу... Не на работу устроить, а просто кокнуть. Но ящик Редбула, это уже козырь в рукаве. А им не жалко собственных сотрудников накачивать таким количеством энергетика. Вот-вот. Да, когда-то мемы и были простыми приколами из интернета, но си... Ой, офигеть, ужасно. Осуждаем мы то, что там написано? Сейчас мемоделы, это вполне реальная профессия, которая приносит доход. Видели что-то... А так прикольно, ну типа, мне кажется, таких этих много вакансии. Похожие? Присылайте мне свои фото. Мне одному кажется, что платить людям за 99 выпитых чашек кофе в сутки, это не очень... Это что-то как-то дохуя, подожди, это много, это же... Нормально. Да и в принципе не должно быть законно. Охренеть. Возвращаемся к теме астрологии... О, я подхожу. И всему, что с ней связано. Некоторые работодатели рассматривают конкретные знаки зодиака. Как это вообще связано? Все остальные мимо. Наконец, неограниченное количество печень... Хотя погодите-ка, я их... Домой могу и сам купить. В чем бонус это? По некоторым объявлениям сразу становится понятно, что тебя ждет действительно безумный... Че? Коллектив, предлагаю в комментариях и вам поделиться, каким бы вы были супом. Вся команда амбициозная, это не может не радовать, но ты... Все команды беда, а ты без давай. Изволь... Нам амбициозных уже хватает, нужен какой-нибудь чувак, который будет просто работать. И быть таким же амбициозным, иначе могут начаться конфликтные ситуации из-за этого. Конфликт интересов, да? А куда надо обращаться, чтобы мои хотелки и желания исполнили? И есть ли вообще какие-нибудь рамки у этого? Здесь тоже откликнутся только самые отчаянные. Прочитав содержимое этого... Легко и радостно принимать и обрабатывать заказы оффлайн в салоне на Черезнезрнете. Легко и радостно фотографировать документы, делать ксерокопии, фотопечать. Легко и радостно энтузиазм, легко и радостно... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Такой этот... Как тяжело и не радостно, блядь. Объявление, я могу сделать только один вывод. Это очень лёгкая и радостная работа. Я вообще в этом сомневаюсь. Надо откликаться. Такие предложения не каждый день встретишь. Блядь, лучше бы я не встречал, потому что это диодиз какой-то. Казывается, работать в федеральной службе исполнения наказаний стоит хотя бы потому, что так ты получишь скидки на их товары. Какие? Блядь, посадку в тюрьму. Лучше бы узнать об этом поподробнее. Правда, оплата какая-то? Что за 15 тысяч? Что прикололитесь? Если вы не хотите работать продавцом-кассиром в Перекрёстке, то, может быть, вас устроит должность кассира-продавца? Какой широкий выбор направлений? Подавец-кассир. Рабобота. Это точно... Это там будет больно явно тебе, да? Неопечатка. Сразу как бы намекают, что тебя будут держать за раба. Делай больше, получай меньше и не думай возмущаться. Работа-бота. Чац. Или бот-раб. Сколько уже было шуток на тему, что люди с дипломом философа никогда не найдут себе работу. А я не философ, например, а просто говорить умею, например. Например. Слишком много, например. И всё это время мы были неправы. Всё-таки где-то их ждут. Прочитайте описание вакансии и ответьте фактории на следующее. Охренеть. Какого хрена? Ищий вопрос. Им точно требуется мастер фотошопа. По-моему, им нужен хитман. Не серийный убийца. Все красные подчёркивания в редакторе, когда писалось это объявление, видимо, успешно проигнорировали. Дед, просто они это на фоне смазали. Ну да ладно. Мне больше всего... Тему нравится, что требуется знание русского языка. Как это иронично. Видимо, ему нужно, чтобы просто мы писали объявление на работу. Создатель этого объявления определённо понимает в том... Читай в офисе, я считаю гибкий график, я считаю крейли, я считаю дружный коллектив. Как нужно уметь привлекать человеческое внимание. И мы с вами купились на эту уловку. Поздравляю! Зачем эти бессмысленные описания условий и требований? Здесь всё изложили по фактам. Рабочие для работы на работе. Чисто денег, правда, забыли добавить. Но да ладно. Да бесплатно, это и так понятно. Прощаем. Кто-то вовсю верит, что на земле живут уже не только люди, но и замаскировавшиеся пришельцы. Не думаешь? Чё у людей в голове? Таким способом удастся их отсеять из списка кандидатов. Да они же просто не палятся, поэтому придут такие, я с земли. Ага, наебал. А здесь уже действительно проявили весь свой... Прикольно выглядит. Креатив на максимум. Просто взгляните на этого милейшего ждуна. Разве после этого можно просто проигнорировать вакансию? Нет. Всё, что должен делать хвалитель, обсыпать клиентов комплиментами. Люди с постоянной... Вы такие восхитительные, шикарные, превосходные. Нам за... Питеты закончились. Рядом хорошего настроения. Эта работа определённа именно для вас. А следующее объявление уже больше понравится заядлым сладкоежкам. Да это, блядь, можно заработать себе этот... Я обед. Надеюсь, в соцпакет включено регулярное обследование. Потому что 88, это как-то не особо много для такой работы. У всех врачей. Угу. Ещё один случай, когда люди, которые просто привыкли получать удовольствие от своей жизни, могут на этом... Я кайфую. Ты не работаешь, я кайфую. Деньги давай. Ещё и деньжа от неплохих заработать. Блядь. Да, в большинстве случаев работодатель будет ждать от вас уравновешенности и спокойствия в любых ситуациях. Это вас он требует. Но конкретно в этом случае поощряется безумие. Когда ты даёшь объявление с таким необычным названием, то вероятность, что... Мне кажется, мало слишком денег всемогущему-то предлагаете. Его не пропустят, повышается в разы. Ведь такое действительно сложно проигнорировать. Выбери следующее видео. Забавный ролик получился. Блин, какие только вакансии не делают. Прям дичь. А ещё некоторые находишь, типа, псюшку со спандами. Либо что-нибудь ещё. Что-то я вот недавно видел, только забыл чего. Там прям хорошие деньги платили. А! Дегустатор пива. Тебе не надо приходить в офис за пивом. Тебе его будут привозить за 100 тысяч рублей. Чуть-нибудь такой... Вля, охуенно. Только спиться можно. Спасибо большое Факторе. Спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бобенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.